Здравствуйте! В эфире программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Самое безопасное – побыть дома. Как «Республика» обеспечит выполнение беспрецедентных мер, озвученных в обращении президента страны к россиянам? Тренируйся дома. Образовательные учреждения «Республики» переходят на дистанционный режим работы. Информация из первых рук. В столице Чувашии начал работу Народный консультационный центр. В Чувашии ужесточили режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев. Согласно документу, на территории Чувашской республики рекомендовано приостановить деятельность кинотеатров и кинозалов, театров, детских игровых комнат и центров, ночных клубов и других развлекательных и досуговых заведений, бань и саун, а также плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта. Предпринимателям и торговым сетям предлагается расширить возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом. Жители Чувашии старше 60 лет должны будут находиться на карантине. При этом телекоммуникационным компаниям рекомендовано не оставлять пенсионеров без связи и интернета даже при отрицательном балансе. Поликлиники будут работать в обычном режиме, но плановые посещения медики советуют отложить. Что касается торговли непродовольственными товарами, то ее рекомендуют приостановить, кроме товаров в первой необходимости. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что только совместными усилиями можно преодолеть этот непростой период. Вчера президент выступил с обращением ко всем нам. Он анонсировал широкий перечень мер, направленных на ограничение распространения эпидемии. В основном эти меры ограничительные, но необходимые. Во-вторых, эти меры направлены на поддержку различных категорий населения и различных организаций. В Чувашии мы ситуацию контролируем. Все органы власти и учреждения работают в режиме повышенной готовности. Вместе с тем нам необходимо предпринять дополнительные меры. В связи с этим убедительно прошу жителей старше 60 лет не покидать свои дома без острой необходимости. В нами создан волонтерский центр, сотрудники которого вам доставят продукты и необходимые товары на дом. Кроме того, настоятельно рекомендуем прекратить работу организациям с массовым накоплением людей. Это прежде всего кинотеатры, ночные клубы, оздоровительные и культурные учреждения. Уверен, что вместе мы пройдем этот сложный период. По оперативным данным Минздрава Республики на 26 марта в Чувашии под медицинским наблюдением находится 487 человек. Единственный зараженный коронавирусной инфекцией по-прежнему проходит лечение в инфекционном отделении больницы скорой медицинской помощи. Состояние его удовлетворительное. В отдельном боксе пациент пробудет до 2 апреля. При отрицательном анализе на вирус его выпишут. Оперативная информация по России размещается на официальном портале stopcoronavirus.rf. Работают горячие линии 8 800 2112 и 8 8352 58 24 48. Продуктов питания меньше не станет. Супермаркеты в столице республики и районах будут работать в обычном режиме. Министр экономического развития и имущественных отношений Чуваший Иван Моторин встретился с представителями крупных торговых сетей. Продуктовый бум идет на спад. В настоящее время в республике имеется запас более чем на месяц. Сетевые компании троекратно увеличили заявки на поставку продовольственных товаров. Поэтому заранее закупаться тоннами хлеба и гречки совершенно ни к чему. У нас приняты меры по усилению интенсивности выкладки персонала в магазинах со складских запасов в магазинах. В связи с повышенным спросом по тем временам продукции мы увеличили интенсивность логистики. Мы грузим полеты полные сейчас в каждый магазин. Что с товарными запасами у нас все нормально. Вот всю эту разъяснительную беседу мы проводим. Но в принципе, ну действительно, оснований для беспокойства такого нет. Предстоящие нерабочие дни, безусловно, усилят нагрузку на магазины. Прикупить продуктов решат во многих семьях. Ну я не думаю, что наше население активно будет сидеть дома. Соответственно, будет наплыв в магазины, наверное, в том, что с товарами первой необходимости. Поэтому вот по следующей неделе надо активно поработать в том плане, вот как вы сказали, чтобы бесперебойно все было. Ну чтобы вот этот ажиотаж, если вдруг он возникнет, он был, ну не ударил по вот именно торговым сетям, чтобы не было вымывания товаров там и так далее. На сегодня в регионе наблюдается повышенный спрос на отдельные группы товаров. Гречневую крупу, колбасы и консервы. Задача не допустить необоснованного роста цен. Анализ оперативного мониторинга от 25 марта показал незначительное подорожание консервов на 1%, яиц и подсолнечного масла на 2%, чая и риса на 3%. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Врачебная помощь пациентам с инфекционными заболеваниями выходит на новый уровень. В столице Чувашии на улице Гладково продолжается строительство нового корпуса городской детской больницы. С ходом работ сегодня ознакомился временно исполняющий обязанности главы республики. В палатах-боксах нового корпуса для маленьких пациентов обещают создать максимально комфортные условия. Мебель и кровати с регулировкой высоты, телевизоры и индивидуальные душевые кабины. Все для режима изоляции. Именно здесь будут проходить лечения дети с острыми инфекционными заболеваниями. Весь третий этаж стационара отведен под вензеляционную систему. Под потолком паутины из труб и проводов. К каждой палате подведены кислород, вакуум, сжатый воздух и закись азота. Это необходимо для интенсивной терапии пациентов. Диагностическая база соответствует всем стандартам, как говорится, современным. Ну и, соответственно, доктора и кадровый потенциал. Дети поступать будут со всей республики абсолютно. Необходимость в новом лечебном корпусе назрела давно. В инфекционный стационар ежегодно обращаются более 15 тысяч человек. Каждого второго направляют на госпитализацию. Старое здание детской больницы уже не отвечает современным стандартам. Здесь начался капитальный ремонт реанимационного отделения. Но темпами работ в Рио главы региона остался недоволен. Строительство должно было завершиться в апреле. Я так понимаю, у нас сдвигаются сроки строительства. Я бы хотел понять, с чем это происходит и что надо предпринять, чтобы эти сроки сдвижек были минимальными. Потому что мы сейчас находимся на объекте, который строится в рамках национального проекта. Очевидно, по задумкам, по проекту, который заложен, это вообще объект, на самом деле, тот, который давно ждали люди. Главная причина срыва сроков – недоработанный проект. Документация прошла экспертизу два года назад и нуждалась в серьезной корректировке. Из-за этого было упущено время. Сейчас все на стадии завершения проектной документации. После всех корректировок находится на экспертизе. Мы ждем, когда она выходит с экспертизы. И получаем рабочку и заканчиваем срежиссу. При повторной экспертизе важно не допустить просчетов, отметил Олег Николаев. Дальнейшие работы в Рио главы республики пообещал взять под личный контроль. 30 апреля мы должны перевести объект в режим на стадию R. До 20 мая фиксируем, значит, мы выполняем все необходимые корректировки. Вот эти контрольные сроки и просьба мне постоянно давать справки. Что вот этот этап у нас выполнен, переходим на следующую стадию. Чтобы не срывать изначально намеченные сроки реализации приоритетных проектов, в правительстве республики запустили процесс централизации строительства. Вот централизация проектных работ, централизация выполнения строительно-монтажных работ, ну и соответственно централизация ввода в эксплуатацию. Будут усиливаться те службы, это прежде всего службы единого заказчика и центр экспертизы для того, чтобы обеспечивать качественную работу на входе и в процессе реализации проектов. И через такие инструментарии я уверен, что мы уже в текущем году существенно изменим ситуацию. Крайний срок открытия инфекционного корпуса на улице Гладкова обозначен. Работы должны быть завершены до июня. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Один из главных способов избежать коронавирусной инфекции – оставаться дома. Сейчас во время школьных каникул у ребят есть возможность заниматься своим любимым делом дистанционно. Многие образовательные учреждения уже перешли на такой режим работы. Наш корреспондент Александр Соловьев лично в этом убедился. Саша, привет. Как дети отреагировали на такое общение дистанционно со своими педагогами? Привет, Ирина. Дети отнеслись ко всему с пониманием. То есть они, хоть и находятся на каникулах и введен режим карантина, они все равно продолжают заниматься своими любимыми делами только дистанционно. Например, во Дворце детского и юношеского творчества проводятся мастер-классы оригами и бумагопластики в формате видеоконференции через скайп. И дистанционно занимаются дети одного из наших пресс-центров. Ну что, всем привет. Здравствуйте, дорогие куча Малинца. Да-да-да, те, кто присоединился к нам, уже меня видят. Это значит, мы начинаем онлайн-занятия. Непривычно, но я думаю, результативно и, главное, безопасно. Да, конечно, безопасно. Но самое главное, что дома можно заниматься не только обучением в школьном, но также можно заниматься спортом. Вот, например, Минспорта Чуваши одной из первых ввело программу «Тренируйся дома», где ведущие тренеры показывают на своих трансляциях, как нужно правильно заниматься в непривычной обстановке. А наша съемочная группа отправилась в гости к гимнастке Злате Сергеевой, которая, несмотря на ограничения, все так же продолжает заниматься. Нам тренер дала упражнения, которые мы делаем дома. Мы тренируемся каждый день, чтобы не потерять навыки, чтобы гимнастка не потеряла свою форму, ну и поддержать дух и спорт. В зале есть возможность заниматься на снарядах, потому что все-таки спортивная гимнастика, она это снаряды определенные, но дома тоже можно найти и бревно, и брусья, потому что есть шведская стенка, есть какие-то мячики. Вполне возможно, вполне возможно заниматься дома. Но в зале, конечно, лучше, да. Молодец, Злата, такой достойный пример для подражания. Да, конечно. Но и Злата, и юные журналисты с нетерпением все-таки ждут окончания временного карантина, чтобы уже продолжить свои занятия в привычной обстановке. Я думаю, все будут ждать окончания карантина. А пока он продолжается, в сети и мессенджерах появляются недостоверные информации о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса. Особенно часто она появляется в так называемых чатах родителей или коллег по работе. Например, сегодня мне, как и многим родителям, в один из чатов пришло вот такое сообщение. Уважаемые родители, с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули с 11 до 9 часов. Выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родители накажут штрафом. Насколько достоверны такие сообщения, нам прокомментировали в МВД «Чувашия». В ряде субъектов, в том числе в Чувашской республике, распространяется информация о ежедневных патрулях по торговым центрам с целью выявления детей и подростков. МВД «Чувашской республики» официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. МВД «Чувашской республики» призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации. Объективную информацию во время нерабочей недели жители республики смогут получать от волонтеров и общественников. На звонки и сообщения они будут отвечать из телефонной приемной Народного консультационного центра. Он сегодня открылся в Чебоксарах. Волонтеры готовы отвечать на любые вопросы жителей, будь то ситуация с инфекцией в России и Чувашии, компенсация за вынужденные дни отдыха на карантине со стороны работодателей или же психологическая поддержка. Обратиться в Народный консультационный центр можно будет в рабочее время в будни с 9 до 5 по телефону 62-25-56 и круглосуточно по электронной почте и в мессенджере WhatsApp по номеру 8-937-017-02-40. Сейчас от граждан поступает в разные органы исполнительной власти и в Роспотребнадзоры, в Минздрав. Большое количество звонков. Мы создаем свой колл-центр, чтобы помочь им взять на себя часть вот этой нагрузки по доведению до граждан объективной информации, возможного консультирования и координации с региональным штабом по противодействию коронавирусу. Также волонтеры обзванивают пожилых, одиноких пенсионеров и ветеранов и предлагают свою помощь. Они запишут, что необходимо купить в магазине и в течение ближайших двух дней принесут продукты с чеками на дом. Также в Народном консультационном центре продолжают мониторить цены на продукты и медикаменты в магазинах и аптеках Чувашии. Сегодня Президиум Генсовета Единой России утвердил 11 кандидатур на должности, исполняющих полномочия секретарей региональных отделений. В Чувашии это Алена Аршинова, депутат Государственной Думы России. Теперь им всем предстоит избраться на региональных партийных конференциях. Сегодня Олег Николаев провел ряд рабочих встреч. На повестке самые актуальные темы. В республике идет работа над очень важным документом. Вносятся коррективы в индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии. В его разработке участвуют органы власти, члены Высшего экономического совета, представители общественности. Помощь оказывает и Международный центр развития регионов. Его генеральный директор Игорь Меломед разработал более 20 подобных региональных программ. Естественно, что внесению изменений предшествовало знакомство с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями региона. Для меня большое впечатление произвели вот 20 хозяйственных предприятий, на которых мы были. Это самые современные технологии. Я по стране много езжу, но всегда хожу по предприятиям. Я прямо скажу, я не ожидал, что в республике есть такого рода предприятие. Потому что это действительно самый современный уровень. Наша задача, которую поставил Олег Алексеевич, что нам надо перестать там числиться среди отстающих и максимально ускорять развитие республики, выходить на оборот число передовых субъектов федерации. Значит, будем над этим работать все вместе, единым коллективом. Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в готовящийся документ. Там будут прописаны конкретные меры для различных предприятий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Речь будет идти о том, чтобы мы посмотрели, прежде всего, на импортную составляющую. И через это сделать какие-то, может быть, варианты наших действий в двух направлениях. Прежде всего, это возможности развития наших производственных мощностей с тем, чтобы реализовать программу импортозамещения. С другой стороны, организовать наши производственные циклы таким образом, чтобы они в случае проявления новых такого рода явлений могли спокойно функционировать. Другая встреча с генеральным директором холдинговой компании «Акбар» с Иваном Егоровым. В нашем регионе холдингу принадлежит компания «Авангард», одной из крупнейших в агропромышленном комплексе. Предприятие специализируется на животноводстве, растеневодстве. В республике они обрабатывают 10 тысяч гектаров земли и готовы увеличивать площади, отметил генеральный директор «Авангарда» Николай Курчаткин. «Авангард» в Чувашской республике производит около 60% свиньи, которые производятся с их хозяйственными предприятиями. Это почти 60%. Когда раньше земли не было, в прошлом году в Чувашии мы произвели 27 тысяч тонн зерна. Это работа. Мы фактически готовы его увеличивать. Для этого есть вся техника. Вся техника, те земли, которые вокруг нашей или рядом с нашими землями, мы потихонечку их покупаем, участвуем в акционах. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. В парламенте Республики активно обсуждают новый законопроект. Речь идет о детях войны, чей статус хотят закрепить законом. У детства опаленного войной грустные воспоминания. Тягота и лишения, нелегкий труд. Мира Николаевна Буркина помнит день, когда все началось. Мы собрались за Волгу. Вместе с отцом, и ребята все пришли. Глядим, везде вешают вот такие вот, вы-то не представляете, наверное. Такие вот черные были репродукторы. На все столбы. И объявляют. Сказали, что сейчас выступит Молотов. Слушайте сообщение. На нас напала Германия. Я говорю, пап, ну что, едем мы за Волгу? Он говорит, нет, я ухожу, сейчас меня уже вызвали. 11-летняя Мира после школы бегала в госпиталь стирать и гладить бинты. Выводила на прогулку раненых, ухаживала за ними и писала письма их родным. Детям войны сейчас уже по 80, а то и 90 лет. Многие из них проводят свое время в Чебоксарском комплексном центре социального обслуживания населения. Здесь помогут поправить здоровье, занять досуг. У Марии Дедковой свои воспоминания о войне. Ее отца хоронили трижды. Когда папа вернулся, когда я побежала к нему навстречу, то он говорит, а это что, Нина? А это Нина, моя старшая сестра, которая была старше меня на 8 лет. А это уже Марина бежала. Вот. Так что за время войны выросла девочка. Это не забывается. Поэтому очень хочется, чтобы детей войны, конечно, почитали. Это живая история, которую сегодняшняя молодежь, она должна слышать. Ветеранов и участников войны, к сожалению, из года в год у нас становится все меньше и меньше. Вы то поколение, которое мы ценим. И наше подрастающее поколение, несомненно, должно также с уважением и с любовью относиться к поколениям дети войны. Принятие законопроекта, оно сейчас очень востребовано. На новый статус смогут претендовать те, кто родился с 22 июня 1928 по 4 сентября 1945 года. То есть те, кому на момент начала Великой Отечественной еще не исполнилось и 14 лет. Таких в нашей республике более 70 тысяч. Как отмечается в законопроекте, речь пока идет о нематериальных мерах поддержки. Те меры поддержки, которые на сегодняшний день в законопроекте заложены. Вот о них что-нибудь слышали? Ваше отношение к этому? Положительное, поддерживаем полностью. Слышала, что это неочередное посещение поликлиник, больниц. Очень важно для нас сейчас в нашем возрасте, с нашими болячками, они у нас уже у всех есть. Дети войны могут рассчитывать в первую очередь на социальное обслуживание. В Чебоксарском комплексном центре социального обслуживания ветеранам помогает и дистанционно. Мы консультации даем, общаемся по скайпу, психологи, психологов тоже подключаем, потому что когда человек один на один дома остается, немножко, особенно, наверное, в таком возрасте, им тяжеловато. Если пожилые люди не выходят уже из дома, то работники сами приходят к ним, соблюдая меры безопасности в условиях пандемии. Здоровье ветеранов превыше всего. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Юрий Марков, Республика. Весенний призыв из-за коронавируса отменять не будут. Скорректируют только процесс набора солдат. И, конечно же, введут особые меры предосторожности. Подробнее Рифат Фадкулин. Весенний призыв начнется, как и планировалось, 1 апреля. Помимо общей медкомиссии, новобранцы сдадут тест на коронавирус. Перед отправкой на место службы всем будут измерять температуру. Причем в воинских частях молодым людям все равно придется провести две недели на карантине. Ситуация такая, что на сборном пункте одновременно будут находиться больше 50 человек. А мы знаем, что там нельзя проводить мероприятия, когда больше 50. Сейчас вопросы-то все продумываются, как это все организовать. У нас еще есть время до отправок. И мы сейчас будем все необходимые меры, начиная от марлевых повязок, салфеток, всего-всего. Осенью прошлого года Чувашия проводила в Вооруженные силы и войска Национальной гвардии России 1056 молодых людей. Сухопутные, десантные, военно-морской флот. Ребят из республики охотно берут именно туда. Наряд весеннего призыва 1318 человек. Апрель надо пережить, он такой самый-самый страшный. А будем в мае их отправлять. По числам я еще не готов вам сказать, но у меня будут данные, пока еще мы не согласованы, когда приедут их забирать. Ну, мы думаем и надеемся, что это будет после 9 мая. Процентов на 99. Молодые люди все реже и реже стараются уклониться от призыва. Так, в прошлом году уголовные дела завели на 9 уклонистов. К административной ответственности привлекли еще два человека. Современная армия дает хорошие возможности и совершенствоваться в выбранной профессии, и обретать новые. Рифат Фадкулин, Валерий Резюков, Республика. Юные хоккеисты Чуваши вышли в суперфинал «Золотой шайбы». На днях в Сочи завершились межрегиональные отборочные турниры среди команд юношей 10-11 лет. В них приняли участие 56 команд. Нашу республику представлял «Спутник» из Новочебоксарска. Из шести игр группового этапа у нашей команды три победы и три поражения. 26 забитых шайб. В групповом этапе «Спутник» стал вторым. Теперь команде предстоит играть в суперфинале, который состоится в ноябре 2020 года. Это главные новости к этому часу. До завтра.